Своё обращение губернатор Московской области Андрей Воробьёв начал со слов благодарности в адрес своей команды и жителей Подмосковья за оказанное доверие и поддержку на прошедших выборах губернатора региона, где он одержал бесспорную победу. Хочу сказать слова благодарности от себя лично за то доверие, которое было мне оказано. В прошлом году в Подмосковье начался отчёт новой пятилетки. Намечены планы развития региона. Благоустройство, дороги, социальная поддержка, здравоохранение, спорт, экология, образование – это только часть приоритетных направлений, над выполнением которых сегодня работает Московская область. На 2019 год Андрей Воробьёв поставил задачу сделать прорыв в экономике и технологиях, что должно лучшим образом отразиться на качестве жизни населения. Главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей. Это первое, о чём мы слышим на встречах с людьми. Это то, что подтверждают социологические данные. Для нас это означает развитие экономики и создание новых рабочих мест. Для меня уже третье послание. Я вижу, что команда губернатора работает, что все на местах нацелены на результат. Везде жители участвуют в обсуждении всех тех решений, в том числе и по бюджетам. Приоритетность – очень немалажный вопрос. Открытость власти, как региональной, так и муниципальной, также в приоритете развития области. Подобные отчёты – один из способов общения с жителями. В своём ежегодном обращении Андрей Воробьёв говорил не только о достижениях. Он указал и на недостатки, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Мы будем оперировать вот этими заявлениями, о которых сказал Андрей Юрьевич. Мы возьмём себе в работу, дополним своими конкретными проектами, своими конкретными учреждениями, которые нам необходимо построить. Дорогами, очистными сооружениями, коллекторами, канализационными станциями. Для того, чтобы для себя сформировать также пятилетку. Большой вклад в развитие Московской области внесли её жители. Благодаря порталу Добродел власти имеют возможность оперативно реагировать на проблемы. Сегодня в системе зарегистрировано более 800 тысяч пользователей. Также губернатор отметил важность продолжения традиции – проводить различные форумы. Один из них – «Сильное, здоровое, чистое» на прошлой неделе состоялся в Ленинском районе. «Общественная палата Московской области нам недавно в прошедшем форуме подтвердила, каким образом будем вести общественный контроль. Так я понимаю, и в 2019 году, и в последующем мы будем в этих вопросах больше уделять внимание на медицину, экономику и экологию». Продолжается в Московской области активное строительство социально важных объектов – поликлиник, больниц, школ и детских садов. За последние годы уровень жизни подмосковных граждан заметно вырос. И до конца пятилетки есть время, чтобы сделать наш регион лучшим в России. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.